Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Плановое совещание у главы администрации. Благоустройство в городе инспектирует комиссия. Меры социальной поддержки для многодетных семей. Спортивные состязания между садами. А теперь об этих и других событиях подробнее. В сети интернет начались трансляции Атом-ТВ, детского телеканала, придуманного и созданного в Заречном в рамках проекта «Школа Росатома». Теперь репортажи ребят из Волгодонска, Новоуральска, Зеленогорска, Трёхгорного, Десногорска, Удомли, Железногорска и Заречного может посмотреть каждый на специальном канале видеохостинга YouTube. Зрители нового интернет-канала увидят жизнь атомных городов глазами детей. С 12 по 14 февраля в 50 субъектах России, в том числе и на Смоленщине, пройдёт профилактическая акция «Волонтёры против гриппа». Более 2000 волонтёров по всей стране выйдут на улицы городов, расскажут гражданам о гриппе и мерах его профилактики, раздадут маски и витамины. Организаторами акции выступают общественное объединение «Волонтёры-медики» при поддержке Ассоциации волонтёрских центров России. Для десногорских школьников карантин закончился 10 февраля. По итогам прошедшей недели отмечено снижение заболеваемости вирусными инфекциями среди детей. Эпидемия пошла на спад, отметили участники еженедельного оперативного совещания у главы администрации. Проведённые карантинные мероприятия признаны своевременными и эффективными. Ни один диагноз грипп, поставленный клинически, не был подтверждён лабораторно. Тяжёлых нет в стационаре, нет таких пациентов реанимации. То есть, да, есть пиопимонии, но они все среди стихной тяжести. Всех лекарственных препаратов достаточным количеством, как противовирусных, так и антибиотиков, и всех остальных препаратов, которые применяются для лечения данной патологии. Но мы пока справляемся. Глава администрации нашего города на минувшей неделе находился в командировке в Венгрии. Итогом поездки стало подписание соглашения между Десногорском и Венгерским гириеном. То соглашение о побратимстве, которое мы в прошлом году подписали, в этом году принимает уже черты конкретных мероприятий. Более подробно эта информация будет представлена в СМИ. Подготовлю, наверное, пресс-конференцию мы со СМИ проведем, информацию представлю. После ухода Людмилы Тиховой на заслуженный отдых, временно исполняющей обязанности председателя комитета по имущественным и земельным отношениям назначена Ирина Красникова. Работники культуры готовят мероприятия, посвященные Дню Смоленского поисковика и Дню вывода советских войск из Афганистана. Юные спортсмены Десногорска приняли участие в крупном турнире по самбо, который прошел в Великих Луках. 25 человек поехали на соревнования. Из них 5 стало победителями и 7 человек призерами этих соревнований. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке Смоленской атомной электростанции и Атом-Транса. Благодарность. 10 и 11 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет финал Смоленской области школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» с большой развлекательной программой. Организаторы соревнований ждут десногорцев посмотреть детский баскетбол. Смоленская земля все еще продолжает выталкивать из себя предметы времен Великой Отечественной войны. На этот раз саперы извлекли 46 артиллерийских снарядов, 5 минометных мин и ручную гранату в деревне Аноша на Вяземского района и в деревне Подсельево Гагаринского района. Смоленские сотрудники полиции ответят в суде за крышевание наркоторговцев. 9 февраля прокурор Ленинского района Смоленска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников полиции. Размер взяток, получаемых ими, составлял от 210 до 500 тысяч рублей. Всего им вменяется получение взяток на сумму около 1 миллиона рублей. Комиссия администрации нашего города продолжает традиционные обходы территорий. На минувшей неделе был обследован первый микрорайон Десногорска, а нынче второй и шестой. Подробности в нашем сюжете. Члены комиссии проверяют состояние дорог, придомовых территорий, выявляют нарушителей правил благоустройства. Чаще всего это автовладельцы, припарковавшие личный транспорт в неположенном месте. Все факты нарушений фиксируются на фотоаппарат. Затем составляется протокол, который передаётся в административную комиссию. Владелец транспортного средства будет привлечён за нарушение 17.4, статья 17.4 областного закона об административных правонарушениях. Нарушение запретов, установленных правилами благоустройства. Ещё раз напомню, эти запреты, что касается транспортных средств, то есть запрещено оставлять транспортные средства на пешеходных зонах, на газонах, на тротуарах, возле мусорных камер. Особое внимание уделяется содержанию строительных площадок в городе. Примером добросовестного отношения к работе может служить восстановленный после аварии тротуар между 8 и 11 домами. В 2015 году у нас здесь был серьёзный порыв тепловой сети. То есть у нас здесь было проблемное место. ККП был открыт ордер на производство земляных работ. И вот, как мы видим, здесь была разрушена половина вот этой пешеходной зоны. ККП ордер закрыли, пешеходную зону, как мы видим, восстановили, благоустройство восстановили. То есть это заслуженная работа работников ККП, хорошая работа. В работе комиссии участвуют представители управляющей компании и службы благоустройства. В случае выявления нарушений с их стороны, этим службам будут выданы предписания. От зоркого взгляда от членов комиссии не скользает ни одна мелочь. Теперь с уверенностью можно сказать, что администрация Десногорска вопросам благоустройства уделяет большое внимание. В следующий понедельник, 15 февраля, комиссия проверит третий микрорайон. Профессор, доктор медицинских наук, член Смоленского областного краеведческого общества Александр Литвинов, награжден почетным знаком за заслуги перед городом Смоленском второй степени. Большим личным вкладом в краеведение является его исследование, посвященное смоленскому губернатору XIX века Николаю Бороздне. Необходимо отметить, что Александр Литвинов стал первым, кому вручен этот почетный знак, ведь данная награда была учреждена только осенью прошлого года. Фотоконкурс «Моя Смоленщина» продолжается. Любой желающий может принять участие в конкурсе фоторабот и показать свое видение красоты Смоленского края. Жюри отбирает в течение всего года наиболее удачные работы, а в конце проекта лучшие фотографии будут представлены на суд зрителей, которые и определят победителя. В настоящее время в отделе социальной защиты населения Десногорска зарегистрировано 147 многодетных семей. А многодетными считаются родители, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Какие меры социальной поддержки предусмотрены для этих семей и как подтвердить статус многодетной, смотрите в нашем сюжете. Документами, подтверждающими статус многодетной семьи и право на меры соцподдержки, является удостоверение многодетной семьи единого образца, выдаваемое одному из родителей, и вкладыш в это удостоверение, выдаваемое другому родителю. Для получения удостоверения необходимы следующие документы. Документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении детей, справка о составе семьи заявителя с места жительства, фотография одного из родителей. Многодетным семьям предоставляется мера соцподдержки независимо от дохода семьи и распространяется на всех членов многодетной семьи. На каждого родителя в размере 550 рублей – 77 копеек. На каждого ребёнка в возрасте до 6 лет в размере 253 рубля – 71 копейка. На каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет в размере 791 рубль – 78 копеек. Приём детей из многодетных семей в детские сады осуществляется в первую очередь. Мера социальной поддержки семей при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей действует при условии государственной регистрации их рождения. Всем детям, которые рождены с 2013 года, третьими или последующими, положена ежемесячная денежная выплата в размере 9898 рублей, но со среднедушевым доходом семьи на каждого члена семьи она должна не превышать 21 821 рубль 70 копеек. Ежемесячная денежная выплата предоставляется одному из родителей, совместно проживающим с рождённым с 2013 года третьим или последующим ребёнком. Также право на ежемесячную денежную выплату подтверждается родителям или усыновителям ежегодно. По вопросам социальной поддержки многодетным семьям можно обращаться в отдел соцзащиты. Кабинет 102, телефон 71233. А сейчас новости спорта. Старший сержант полиции из Сафонова Лилия Степанова стала лучшей на чемпионате МВД России по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. 5 километров свободным стилем она преодолела за 12 минут 18 секунд. Поздравляем землячку с победой! 14 февраля в Смоленске пройдёт региональный этап соревнований «Лыжня России». Смоляне встанут на лыжи уже в 34-й раз. Гонка проходит в регионе с 1982 года. К «Лыжне России» могут присоединиться как профессиональные спортсмены, так и любители. Ограничений по возрасту нет. Организаторы обещают сделать всё, чтобы в день влюблённых смоляне влюбились в лыжный спорт. Сегодня в спортивной школе Десногорска встретились команды воспитанников из детских садов «Алёнка», «Лесная сказка» и «Теремок», чтобы посоревноваться в быстроте и ловкости. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Эстафеты «Зимние забавы» организуются у нас в городе уже четвёртый год. В них принимают участие воспитанники старшего возраста из детских садов. Придумали эту спортивную традицию для ребят-инструктора по физической культуре – Елена Безбожная, Валентина Швайкова и Олеся Киршман. Мы считаем, что это детей развивает, приобщает, опять же, кругозор расширяет, дети узнают много нового, интересного. Они сотрудничают, умеют дружить. Ну и развиваются, спортивные свои успехи развивают. На празднике юные спортсмены состязались в пяти эстафетах, в которых они смогли продемонстрировать свою быстроту, ловкость, сообразительность и умение работать в команде. Эти соревнования собрали на трибунах немало болельщиков, которые криками и топотом поддерживали свои команды. Завершилась спортивная программа игрой «Ой, ты зимушка, зима». По итогам состязаний команда «Весёлые ребята» детского сада «Алёнка» оказалась самой меткой. Команда «Дружба» из «Лесной сказки» стала самой ловкой. А победителями соревнований «Зимние забавы» признана команда «Ракета» из сада «Теремок». Мне очень понравились сегодняшние соревнования. Наша команда победила! 10 февраля отмечается День домового. Этот праздник скорее дань старинным традициям и обрядам. Задобрить хозяина своего дома можно, оставив ему на столе сладкое угощение. Поздравляем наших домовых и с праздником их! Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Десна-ТВ.ру Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова